С армейских спортплощадок С армейских спортплощадок автор подготовлена отделом спорта 17 февраля 2015 года 17.45 От маршалов до рядовых 21 февраля в Культурном центре Вооруженных сил РФ пройдет традиционный девятый турнир по бильярду на Кубок Министерства обороны России посвященный Дню Защитника Отечества Цель турнира, организаторами которого выступают Минобороны России и Московская конфедерация бильярдного спорта минус дальнейшая популяризация и развитие бильярда в армейской среде Как известно, именно благодаря военнослужащим бильярд получил постоянную прописку в России Его развитию в армии и на флоте активно способствовали знаменитые советские военачальники являвшиеся большими поклонниками игры Клим Ворошилов, Семен Буденный, Михаил Фрунзи, Георгий Жуков, Родион Малиновский и другие Баталии современных армейских мастеров Киева пройдут в легендарном зале бильярда Культурного центра вооруженных сил РФ Здесь в 1929 году, тогда еще в Центральном доме Красной Армии, на открытии турнира организованного по рекомендации Иосифа Сталина, присутствовали члены правительства Молодой Республики Советов В том же году бильярд официально был включен в систему культурно-массовой работы с военнослужащими как весьма полезное занятие в часы досуга Московская конфедерация бильярдного спорта, МКБС, которую с давних пор возглавляет Евгений Иванов постоянный партнер военного ведомства в организации аналогичных соревнований Ее представители неизменно обеспечивают проведение турниров самого высокого уровня в стране, а также международных И на этот раз главным судьей турнира будет авторитетный представитель МКБС, Вячеслав Назаров Нынешний, девятый по счету, турнир будет разыгран по свободной пирамиде и проведен по европейской сетке Предварительные игры, два первых тура, пройдут по Олимпийской системе, с выбыванием после второго поражения Финальная часть, с выбыванием уже после первого поражения Представителям воинских коллективов из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и других гарнизонов, которые сразятся за бильярдным столом, есть за что бороться Помимо Кубка, которого удостоится победитель, учреждены и другие награды Так, все призеры будут награждены медалями разного достоинства и денежными премиями Танкист из гирями на ты завершился чемпионат Центрального военного округа по гиревому спорту Спортивную честь своих соединений и воинских частей в составе 44 команд отстаивали более 350 военнослужащих, среди которых 20 представительниц женского пола Соревнования проходили в семи весовых категориях среди мужчин и в одной, среди женщин Упражнения выполняли с гирями по 24 и 16 килограммов соответственно Победу в общекомандном зачете одержали представители Чебаркульской отдельной танковой бригады Второе и третье места заняли команды Омского автобронетанкового инженерного института и Юргинской отдельной гвардейской мотострелковой бригады соответственно По итогам соревнований сформирована окружная сборная команда, которая выступит на чемпионате вооруженных сил в конце февраля Стоит напомнить, что команда Центрального военного округа по гиревому спорту – двукратный чемпион вооруженных сил Дорога на Австрию на базе спортивного центра горной подготовки и выживания ЦС «Катерскол» завершился недельный учебно-тренировочный сбор команды вооруженных сил России Которая примет участие в международных соревнованиях «Эдельвейс Рейд-2015» Российские военнослужащие впервые выйдут на старт подобных состязаний Которые пройдут в период с 22 по 27 февраля на базе 6-й пехотной, горной, бригады национальных вооруженных сил Австрийской Республики в городе Абзам В российскую команду отобраны 8 лучших военнослужащих из горных подразделений В ходе соревнований сборным командам стран-участниц предстоят марш-броски в полном снаряжении с проведением стрельбы со штатного стрелкового оружия Поиск и эвакуация пострадавших из районов горной заснеженной местности Кроме того, команды совершат перемещение по горной местности, осуществят спуск при помощи альпинистского снаряжения, проведут ориентирование в горной местности В ходе учебного сбора военнослужащие под руководством опытных инструкторов по горной подготовке закрепили навыки преодоления горных препятствий Оказание первой медицинской помощи в горах, прошли акклиматизацию в высокогорной местности Кто самый-самый снайпер? На полигоне учебного центра Северо-Западного регионального командования внутренних войск МВД России, Г. Петродворец, Ленинградская область, завершился турнир по стрельбе из снайперской винтовки Драгунова на приз командующего внутренними войсками МВД СССР генерал-полковника Василия Саввина В первенстве приняли участие около 40 военнослужащих, проходящих службу по призыву и по контракту Соревнования прошли в личном и командном зачетах Военнослужащие по контракту стреляли по целям с дистанции 300 метров, военнослужащие по призыву – 100 метров Кроме того, в программу соревнований были включены упражнения, усложненные дополнительными условиями и нормативами, такие как челнок, снайперская дуэль и биатлон По итогам соревнований среди военнослужащих по призыву лучшим стал рядовой Виталий Николаев, поселок Лембалова, Ленинградская область У контрактников победитель – рядовой Антон Петров, поселок Лебяжье, Ленинградская область Командном зачете Кубок победителя достался соединению по охране важных государственных объектов Поселок Горелово, Ленинградская область Второе место заняла команда отдельной бригады оперативного назначения Поселок Лебяжье, Ленинградская область Третья – специальная моторизованная воинская часть Г. Санкт-Петербург Медали и специальные призы победителям вручил заместитель командующего войсками Северо-Западного регионального командования внутренних войск МВД России по боевой подготовке Полковник Евгений Березин Прочита на 166 раз Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...